добрый вечер господа и дамы сегодня воскресенье 16 октября спасибо за лайки и комментарии благодаря им наша аудитория выросла до тысячи человек хороший театр так сказать насобирал предлагаю вам возможность если есть рассказ минут на 10-30 чтения которые вы хотели бы чтобы прочитал я укажите его в комментарии под этим видео путем большинства или удачи мы выберем из предложенных и прочитаем вам а теперь располагайтесь поудобнее и мы начинаем моем somerset завтрак я встретил ее в театре в антракте она мне кивнула я подошел к ней и сел рядом я не видел ее очень давно если бы не услышал ее имени то пожалуй не узнал бы ее сколько лет мы с вами не виделись с улыбкой сказала она как летит время да мы не молодеем помните нашу первую встречу вы пригласили меня позавтракать помню ли я это было 20 лет назад я жил тогда в париже я снимал в латинском квартале крошечную квартирку окнами на кладбище и денег которые зарабатывают во хватало чтобы сводить концы с концами она прочла одну из моих книг и написала мне я ответил несколькими словами благодарности и вскоре получил от нее еще одно письмо в котором она писала что будет проездом в париже и хотела бы со мной поболтать но у них очень мало свободного времени единственный день который она может мне уделить это следующий четверг утро она проведет в люксембургском дворце а потом мы могли бы позавтракать у фуайо ресторан фуайо посещают французские сенаторы мне он не был посредством я никогда не помышлял о нем однако ее внимание мне польстило к тому же я был слишком молод и не научился еще говорить женщинам нет мужчину редко удается научить этому причем он достигнет такого возраста когда женщине уже безразлично что он скажет у меня до конца месяца оставалось 80 франков а скромный завтрак ему конечно стоить дороже 15 если оставшиеся две недели обходиться без кофе не бы этих денег вполне хватало я ответил что в четверг буду ждать моего неизвестного подруга у фуайо в половине первого она оказалась не такой молодой как я ожидал и вид у нее был скорее внушительный нежели привлекательный это была женщина лет сорока возраст прелестный но едва ли способствующий пробуждению сокрушительной страсти с первого взгляда у него были крупные ровные белые зубы только мне почему-то казалось что их у нее больше чем нужно она была болтлива но видя что она склонна болтать обо мне я готов был слушать ее со вниманием когда я взглянул на карточку у меня потемнело в глазах цены были гораздо выше чем я предполагал но она меня успокоила вы меня обижаете великодушно воскликнул я я никогда плотно не завтракаю не больше одного блюда по моему люди в наше время слишком много едят немножко рыбы пожалуй интересно есть у них лососина для лососины был еще не сезон и в карточке она не значилась но я все же спросил у официанта нет ли у них лососины да они только что получили чудесного лососи 1 в этом году я заказал для моей гости лососину официант спросил у нее не прикажет ли она подать какую-нибудь закуску пока будут готовить заказ нет отвечала она я никогда плотно не завтракаю разве если у вас есть икра от икры я не откажусь у меня ёкнуло в сердце я знал что икра мне не по карману но как я мог признаться в этом я сказал официанту чтобы он непременно подал икру для себя выбрал самое дешевое блюдо баранью отбивную зачем вы берете мясо сказала она не понимаю как можно работать после такой тяжелой пищи я против того чтобы перегружать желудок теперь предстояло выбрать вино я я ничего не пью за завтраком сказала она я тоже поспешно заявил я кроме белого вина продолжала моя гостья как будто и не слышала моих слов французские белые вина такие легкие они очень хороши для пищеварения какое вы предпочитаете спросил я все еще любезно но без излишней восторженности она блеснула своими ослепительными зубами мой доктор не разрешает мне пить ничего кроме шампанского кажется я побледнел я заказал полбутылки при этом я небрежно заметил что мой доктор категорически запретил мне шампанское что же вы тогда будете пить воду она ела икру она ела лососину она непринужденно болтала об искусстве о литературе о музыке а я сидел и подсчитывал сколько придется платить когда мне принесли заказное блюдо она взялась за меня всерьез я вижу вы привыкли плотно завтракать и совершенно напрасно берите пример с меня уверяю вас вы почувствуете себя гораздо лучше если будете есть только одно блюдо я и собираюсь есть одно блюдо сказал я видя что официант опять подходит к нам с карточкой она грациозно от него отстранилась нет нет я никогда не завтракаю так погрызу что-нибудь да и то скорее как предлог для беседы я просто не в состоянии больше проглотить не кусочка разве только если у них есть французская крупная спаржа быть в париже и не попробовать ее это просто обидно сердце у меня упало я видел эту спаржу в магазинах и знал что она ужасно дорогая не раз у меня текли слюнки приведи ее мадам желает знать нет ли у вас крупной спаржи спросил я у официанта я напряг всю свою волю чтобы заставить его сказать нет это круглая пастерская физиономия расплылась в радостной улыбке и он заверил меня что у них есть такая крупная такая великолепная такая нежная спаржа просто чудо я ни капельки не голодна вздохнула моя гостья но если вы настаиваете я пожалуй съем немножко я заказал а вы разве не хотите нет я спаржи не ем да некоторые ее не любят а все потому что вы едите слишком много мяса это портит вкус мы ждали пока приготовят спаржу мною овладел страх я уже не спрашивал себя хватит ли денег до конца месяца я думал только о том как бы уплатить по счету какой позор если не хватит каких-нибудь десяти франков и придется занять их у моей гости нет об этом не могло быть и речи я знал точно сколько у меня есть и решил что если счет превысит эту сумму я опущу руку в карман и с возгласом ужаса вскочив на ноги скажу что у меня украли кошелек будет конечно очень неловко если у нее тоже не окажется денег тогда останется одно предложить залог свои часы а потом вернуться и уплатить по счету появилась спаржа она была необычайных размеров сочная и аппетитная аромат растопленного масла щекотал мои ноздри как запах дымящихся тельцов сжигаемых благочестивыми иудеями щекотал ноздри и иеговы и я следил как эта бессовестная женщина самозабвенно поглощает кусок за куском и деликатно рассуждал о состоянии современной драмы на балканах наконец спаржа исчезла кофе спросил я на кофе и мороженое отвечала она не уже нечего было терять и я заказал себе кофе и кофе и мороженое вы знаете есть одно правило которому я всегда следую сказала она доедая мороженое человек должен вставать из-за стола с таким ощущением что он еще не вполне насытился вы еще голодны едва выговорил я нет что вы я не голодна я вообще не ем второго завтрака утром я выпиваю чашечку кофе потом обедаю а на второй завтрак так что-нибудь перекушу самую малость я имела ввиду вас а понимаю и тут случилось нечто ужасное в то время как мы ждали кофе к нам подошел метр дотель и с угодливой улыбкой на лицемерной физиономии протянул нам большую корзину полную огромных персиков у них был румянец невинной девушки у них было все богатство тонов итальянского пейзажа но откуда они взялись в это время года один бог знает сколько они стоят я тоже это узнал несколько позже ибо моя гостья не прерывая беседы россияна взяла из корзины персик вот видите вы набили желудок мясом моя единственная несчастная котлетка и больше ничего не в состоянии съесть а я только слегка перекусила и теперь с удовольствием съем персик принесли счет и когда я уплатил у меня едва едва осталось ночевые взгляд ее на мгновение задержался на жалких трех франках оставленных мною для официанта и она конечно сочла меня с крягой но когда я вышел из ресторана впереди у меня были целые две недели а в кармане ни одного сантима берите пример с меня сказала она на прощание никогда плотно не завтракайте я сделаю еще лучше отвечал я я сегодня не буду обедать шутник весело воскликнула она вскакивая в экипаж вы настоящий шутник теперь я наконец отомщен мне кажется человек не злопамятный но когда в дело вмешиваются сами бессмертные боги вполне простительно обозревать плоды их труда с чувством удовлетворения она весит теперь 300 фунтов и так и и Продолжение следует...